Добрый вечер! Мы с юбилеем всех поздравить вас готовы. Пусть этот праздник длится без конца. Аплодисменты рабочему коллективу, большой трудовой семье, имя которой Побурский фероникелевый комбинат. Мы приглашаем на эту сцену генерального директора Побурского фероникелевого комбината, Беспалова Олега Леонидовича. И первое праздничное поздравление прозвучит от генерального директора Побурского фероникелевого комбината, Олега Леонидовича, Беспалова. Уважаемые коллеги металлурги, уважаемые ветераны нашего комбината, уважаемые гости, ну в общем, побужане. У нас на сегодняшний день два праздника, два хороших момента. Первый – это празднование 45-летия комбината. И второй момент – празднование наступающего Нового года. То есть мы провожаем 17-й, который был сложный, и входим с уверенностью в 18-й год. Мы будем сегодня чествовать всех ветеранов, которые вложили частичку своего труда, души и тела, как говорится, в развитие нашего комбината. Всех тех, кто наиболее выдающиеся показатели показывал в этом году. Ну и просто всех, кто причастен к тому, что комбинат развивается, работает, и у него светлое будущее. Всех с праздником, всех с наступающим Новым годом. Ну и для всех этот прекрасный концерт, я смотрю поначалу, это вообще супер. Поэтому сидите, наслаждайтесь, всех с праздником, дай вам Бог здоровья, мирного неба и всех благ. Ну а сейчас позвольте начать почетную миссию награждения. Олег Леонидович, мы просим вас остаться на сцене. Церемония награждения – это всегда праздник. Праздник успеха, признания. И ни одно поколение металлургов может с гордостью сказать о своей причастности к рождению ферроникеля. И первыми хотелось бы отметить ветеранов труда Бабурского ферроникелевого комбината. Просим на эту сцену подняться. Чаловского Владимира Витальевича. Владимир Витальевич начал трудовую деятельность на заводе в сентябре 1971 года. Слесарь монтажник, печевой, обжигальщик, а с 2003 мастер-смен. Трудовой стаж на комбинате – 45 лет и 5 месяцев. Ветеран труда комбината, награжден нагрудным знаком за заслуги. Специалист высокой квалификации, умелый руководитель, мудрый наставник. Цехи его любят и уважают. Просим на эту сцену подняться Анатолия Филипповича Самофала. Начал свою трудовую деятельность дежурным слесарем участка водоснабжения Энергоцеха в феврале 1973 года. Слесарь, бригадир слесарей-сантехников, мастер участка водоснабжения, грамотный специалист, умелый руководитель, прекрасный человек, которого уважает весь коллектив цеха. На сцену приглашается Людмила Павловна Выштыкайла. Трудовой стаж на комбинате – почти 45 лет. В сентябре 1973 года после окончания школы пришла работать в Энергоцех, оператор на Петра. Вся ее трудовая деятельность прошла в стенах цеха. Квалифицированный специалист, опытный наставник и просто хороший, порядочный человек. Мы приглашаем на сцену Романченко Любовь Тимофеевну. В ноябре 1973 года пришла учеником лаборанта в экспресс-лабораторию и с тех пор ни на один день не изменила своей профессии. В течение времени раскрою мастерство и профессионализм. Она, уже мудрый наставник, делится своими знаниями с молодыми коллегами. На эту сцену приглашается Кириченко Надежда Федоровна. В декабре 1974 года пришла пультовщиком-регулировщиком в лавильный цех. С июля 1985 года Надежда Федоровна – диспетчер завода. И здесь, на этом рабочем месте, она лучший работник. Никогда не растеряется в непредвиденной ситуации. Спокойно, уверенно и четко организует работу. Ей доверяет, в нее верят. Надежда Федоровна – ветеран труда комбината. Охотно передает с вами накопленный опыт и знания молодым работникам. На сцену приглашаем Максимчук Владимира Корнеевича. С ноября 1974 года по настоящее время трудится в гурно-транспортном цехе водитель-хозяек всех марок. Своевременное обеспечение жителей поселка и работников комбината продуктами и товарами бытового назначения – его основная задача, с которой на всех этапах трудовой деятельности он достойно справлялся. На сцену приглашаем Галиченко Анатолия Николаевича в автотранспортном цехе с 1973 года. Водитель автокрана. Более 44 лет не изменяет своей раз и навсегда выбранной профессии. Профессионал своего дела. На эту сцену приглашается Чабанюк Николай Григорьевич. В январе 1973 года 21-летним парнем был принят в транспортно-складской цех водителем. За 45 лет в трудовой деятельности работал на автомобилях всех марок. Он обладает высоким профессионализмом, дисциплинированный и ответственный работник. Мы приглашаем на сцену Белинского Николая Федоровича, стокарь ремонтного цеха. А таких, говорят, специалист от БОКа. Мастер широкого профиля. Трудовой стаж на комбинате почти 43 года. На производстве он просто незаменим. На эту сцену приглашается казачевка Станислав Александрович. У Станислава Александровича трудовой стаж на комбинате 42 года. Электроказосварщик участка Ромео ремонтного цеха. Бригадир. Специалист высокой квалификации. Хороший наставник. Пользуется уважением в бригаде. На сцену приглашается Маланич Юрий Александрович. С 1976 года. Токарь в ремонтном цехе. Классный специалист. Прекрасный работник. Отличный спортсмен. В работе ему нет равных. Ваши бурные аплодисменты. Поддержите наших ветеранов труда, которыми мы так гордимся. Мы приглашаем на сцену Резниченко Николая Николаевича. Он получил профессию электромонтера и не изменяет ей вот уже 40 лет. И все 40 лет на одном месте во вжигом цехе. В данное время бригадир электромонтера участка трубчатых печей из Шептарника. В цехе Николая Николаевича уважается его мастерство и профессионализм. За нас доброжелательность. Умение найти подход к любому человеку. Порядочность и справедливость. На эту сцену приглашается Добиша Валерий Александрович. Трудовую деятельность на БНЗ начал в июле 1975 года. В обжигово-восстановительном цехе насосчиком, затем сливчик-разливчик. В настоящее время он слесарь в газовой службе. Где бы ни работал Валерий Александрович, он везде пользовался авторитетом и уважением. Потому что везде трудился на совесть. Болел за производство. С пониманием и уважением относился к коллегам. Особенно к молодежи. Охотно учил их. Старался помочь и поддержать. На сцену приглашается Яворский Леонид Степанович, который начал свою трудовую деятельность в феврале 1972 года. Водитель-белодист, слесарь по ремонту автомобилей. Добросовестный, ответственный работник. Хороший наставник молодежи. Мы приглашаем на сцену Дудкина Анатолия Ивановича. Электромеханик железнодорожного цеха. На заводе с июня 1973 года. Ученик слесаря-электрика. Электромонтер СЦБ. Мастер СЦБ. Электромеханик. Таков послужной список Анатолия Ивановича. Почти 45 лет на одном месте. Грамотный специалист. Исполнительный добросовестный работник. Умелый руководитель и организатор. Требовательный и принципиальный. Является профгруппом. Профгруппортом цеха. Ведет активную профсоюзную деятельность. Принимает участие в спортивной жизни цеха, комбинатах и поселках. Много лет занимается воспитанием подрастающего поколения. Руководит туристическим кружком в дюте. Его воспитанники занимают призовые места на разных уровнях соревнований. А сейчас на сцену приглашаем Вериченко Александра Васильевича. Который на заводе с июля 1975 года прошел путь от дежурного следствия до начальника цеха КИПИА. Под его руководством выполнялись восстановительные работы после длительного простоя завода. В настоящее время в связи с реорганизацией цеха Александр Васильевич – старший мастер пик вспомогательных и основных цехов. Его личное качество – трудолюбие, порядочность, надежность, мастерство, умение работать с коллективом. На эту сцену мы приглашаем Скибицкого Григория Терентьевича – техник-механик по образованию. Трудовую деятельность на заводе начал в июле 1976 года слесарем КИПИА. Прекрасный специалист, совершенно обладевший своей профессией. Профессионализм, добросовестное отношение к работе является отличной чертой на протяжении всей его трудовой деятельности. Мы приглашаем на сцену Мельника Сергея Николаевича. Трудится на заводе с июня 1976 года. За время работы на комбинате вырос профессионал высочайшего класса, знающим специалистом и ответственным работником. Передает опыт молодому поколению, обеспечивает питьевого режима на комбинате. Это его главная задача на протяжении многих лет. Также на сцену мы приглашаем Романко Николая Васильевича. В сентябре 1966 года начал работу монтажником сталь-конструкции СУ-125. Организация, которая принимала участие в строительстве никелевого завода. В сентябре 1976 года переходит слесарем КИПИА. Николай Васильевич относится к числу опытных работников, отдавших заводу большую часть своей жизни. Грамотный, квалифицированный специалист, имеющий большой опыт работы. На эту сцену приглашается Лизун Николай Александрович. Начал свою трудовую деятельность на Бабурском нигелевом заводе в июле 1976 года. Токарем в автотранспортном цехе, где трудится до сегодняшнего дня. Несмотря на свой солидный возраст, он ежедневно, с большой ответственностью спешит на работу, чтобы качественно и в срок выточить необходимые детали для быстрого ремонта автотранспорта. Мы приглашаем на сцену Талер Владимир Васильевича. Трудовую биографию начал в мае 1976 года. В его трудовой книжке одна единственная запись. Водитель автотранспортных средств. К выполнению своих обязанностей относится с большой ответственностью. Старательность, тактичность, внимательность – основные его черты. Мы приглашаем на сцену вилет Юлию Алексеевну. В апреле 1976 года вслед за своим братом Любушкиным Валерием Алексеевичем приехала в Попухское и пришла на работу в железнодорожный цепь. А в мае 1976 года перешла в ремонт на строительный участок рабочей зеленого хозяйства. Что только не выращивали эти милые женщины. Различные овощи. Все шли в столовую на питание работников комбината. Детские сады. В настоящее время Юлия Алексеевна на кислородно-компрессорной станции создаёт уют для своих коллег. На эту сцену приглашается Ковальчук Антонина Николаевна. Сразу после окончания средней школы в октябре 1977 года пришла учеником лаборанта в химлабораторию. Она также верна выбранной профессии все 40 лет трудовой деятельности на одном месте. За эти годы выросла профессиональная. Теперь она охотно учит молодых. Передаёт им огромный, годами накопленный опыт. На эту сцену приглашается запорожец Александр Николаевич. Работает на комбинате с июля 1977 года. Ветеран труда комбината. В трудовой книжке одна единственная запись. Метологический цепь. Профессионал своего дела. Его главные черты характера. Ответственность, настойчивость, требовательность, порядочность. Выдержка и терпение. Хороший наставник. Мы приглашаем на сцену готовца Василия Михайловича. Он 41 год на комбинате и уже более 36 лет. Машинист крана-перегружателя обжигового церва. Профессионал своего дела. Опытный наставник. Добросовестный. Ответственный работник. И просто хороший человек. На эту сцену приглашается Димура Василий Николаевич. С 1977 года в обжиговом цехе. Слесарь-ремотник. Обжигальщик. Квалифицированный специалист. Опытный наставник. Охотно передает молодым рабочим опыт и знания. Прививает им любовь к профессии. Добросовестно выполняет свои обязанности. Хороший товарищ. Мы просим подняться на эту сцену для приветствия председателя правкома Бабужского пироникингового комбината Фомина Олега Михайловича. Вам слово. Добрый вечер. Я буду тихенько. Профсобилковый комитет. Я особенно приветствую вас всех с юбилеем. Божаю мощного здоровья, достатку, доброту. Всего того, что вы себе желаете. С юбилеем вас. С наступающим новым роком. И бездома жестовым. Я буду. И мы бы хотели начать почетную миссию вручения почетных грамот. За добросовестный, безупречный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие производства и по итогам работы за 2017 год почетной грамотой награждается Мунтян Иван Сергеевич, плавильщик металлургического цеха. Гордечук Вадим Николаевич, конвекторщик металлургического цеха. Василиева Юлия Григорьевна, транспортерщик обжигового цеха. Ильчинка Натария Анатольевна, транспортерщик обжигового цеха. Рудой Александр Иванович, машинист крана-перегружателя обжигового цеха. Савчук Юрий Николаевич, дробильщик обжигового цеха. Сверх Борис Вячеславович, водитель горно-транспортного цеха. Цымбалюк Игорь Васильевич, электромонтер энергоцеха. Матынга Александр Викторович, электромонтер СЦБ железнодорожного цеха. Стасишина Людмила Васильевна, менеджер по кадрам. Куривка Инна Григорьевна, лаборант хим-анализа ЦХЛ. Яковлева Татьяна Николаевна, контролер ОТК. Титаренко Александр Викторович, плотник ремонтно-строительного участка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И мы бы хотели перейти вручению благодарности. Благодарность объявляется Пламодиалову Валентину Альгидрасовичу, плавильщику металлургического цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ Гордичуку Николаю Николаевичу, разливщику металлургического цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ МИСЮКЕВИЧу Николаю Григорьевичу, электромонтеру металлургического цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофееву Сергею Анатольевичу, слесарю-ремонтнику обжигового цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ Хану Дмитрию Викторовичу, слесарю-ремонтнику обжигового цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ Луценко Александру Викторовичу, тропильщику обжигового цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У ДУЛАКУ Юрию Борисовичу, электрику обжигового цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АМИНИЧЕНКО Виктору Анатольевичу, водителю-погрузчика горно-транспортного цеха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДУКЕ ВИТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, юрист-консультант. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тиховскому Сергею Валентиновичу, слесарю Гипиану. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЩИКОТ ОКСАНЯ ВЛАДИМИРОВНЯ, лаборанту спектрального анализа ЦКЛ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кузинюк Наталья Леонидовна, контролёру ОТК. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Похолюку Николаю Викторовичу, аппаратчику КАЭС. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что же, на этом праздничная церемония награждения окончена. А на эту сцену мы хотели бы пригласить главу поселкового совета Слободенюка Сергея Павловича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шановні жителі, шановні працівники нашого комбінату, зазвольте з усією душі привітати вас з ювілейною датою, з ювілеєм нашого рідного для нас комбінату, серця нашого селища і нашого центрального краю України. Побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, натхнення. Як сказав генеральний директор, у нашого комбінату є світле майбутнє, тому ми радіємо разом з усіма за те, що комбінат буде працювати, люди будуть отримувати заробітну плату, все лише буде прожити. Також дозвольте привітати всіх із наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати також у новому році всім нових звершень, здійснення всіх мрій, всіх бажань, які заплановані, і саме головне – мирного неба, рідної землі. Висловити слова подяки всім працівникам, всім жителям селища за підтримку, за розвиток нашого селища. Дуже значний внесок носить комбінат у розвиток нашої як інфраструктури, так і соціальної сфери, освіти, медицини. Це ні для кого не секрет, комбінат витрачає великі кошти на те, щоб функціонувало і селище, і наші заклади. Тому великі слова подяки всім тим, хто причетний до цього. І дозвольте вручити мені подяку колективу Побудського феронікульового комбінату, генеральному директору Безпавла Олега Ніноча, за значний внесок у розбудову селища, сприяння розвитку соціально-культурної сфери та знагоди відзначення 45-річчя Побудського феронікульового комбінату. Вважаємо всім міцного здоров'я, невичерпності, життєвих сил, натхнення та наснаги у здійсненні вищих і вищих звершень. АПЛОДИСМЕНТЫ Для голови профсинкового комітету невеличкі подарунки, а я думаю, він вже розподілить їх по призначенню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую всіх ісцелі! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое, спасибо Олег Леонидович, Олег Михайлович за проведение почетной миссии награждения. А мы переходим к нашому торжественному концерту. Наш комбинат – огромный мир, который есть всему начало, и свет от огненных печей рождает реки из металла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ